Привет, с вами подкаст GetLens, и сегодня в студии с нами самые влиятельные люди в свадебной индустрии, это Бородин, Мун и ты, и Покрасян, и ты, и я. Сегодня мы будем говорить о свадебных премиях, и прежде чем мы начнем все это рожевывать, хотел бы послушать ребят на предмет того, как они вообще начинали участие в премии, как они себя перебарывали, какие серии подавали и так далее и тому подобное, поэтому хотелось бы послушать сначала Бородина. Привет еще раз всем, очень рады, что мы собрались в такой компании. На самом деле, историю своего участия в премиях, различных конкурсах можно растянуть на очень долгое время, я очень кратко скажу. Всего час, поэтому надо сказать. Да. На мой взгляд, очень мало людей, которым везет, и которые с первого раза достигли каких-то вершин и прям выстрелили. Мой опыт был скорее негативным, я помню, это был, наверное, 14 или 15 год, когда я впервые подавался на Wedding Award. Это было очень забавно, когда я смотрел результаты и не понимал, ну почему я с такой хорошей работой не занял вообще абсолютно ничего, на меня не обратили никакого внимания. Вот у меня идентичная история была. Продолжай, продолжай. Мне кажется, эта история очень характерна для многих людей, это нормально, когда ты начинаешь, ты, может быть, не понимаешь всех тонкостей, может быть, недостаточно хорош еще в том деле, которым занимаешься, но все равно пытаешься. Это правильно, нужно пробовать, нужно делать. И сейчас открывая те работы, которые я подавал, я понимаю, что, конечно же, они были очень слабыми. И это понимание приходит только через некоторое время. То же самое примерно можно наблюдать с региональными конкурсами, которые нам приходится иногда судить, отсматривать. Приходится. Которые мы с удовольствием, разумеется. С удовольствием, конечно, с удовольствием. Понятно, что люди ищут, люди стараются, но далеко не всегда понимают, как это должно быть, что это должно быть. И приятно видеть, когда из года в год одни и те же люди растут, развиваются и идут в правильном направлении. Ну, как я понял, Федя, ты имеешь в виду, что даже твой такой длинный путь с 2014 года по 2021, то есть это все как бы нормально, да? То есть ты считаешь, что это норма, что ты проигрываешь, проигрываешь, проигрываешь. Потом доходишь до какого-то момента и думаешь, опа, а вот что надо людям, да? Абсолютно. Я думаю, у тебя была такая же история. Абсолютно такая же. Причем, да. Когда ты смотришь на то, что получилось, и обижаешься на судей, обижаешься на конкурс. Слушай, смотри, тут две истории. Первая история, как у тебя прямо. Я снял первую свадьбу, значит, пошел пятым фотографом снимать свадьбу «Карамель». Вот, у меня есть арка красивая, там цветочки. И я абсолютно предал все свои, все свое видение. Ушел в коммерцию. Ушел в коммерцию, выложил там цветочек, стул, значит, стол. Вертикальные фотографии. Вертикальные фотографии. Думаю, ну все, это финал. Какой твой был первый конкурс? Слушай, ну первый вот, про который сейчас я говорю, это все-таки про вейдинг. Говорю, скорее всего, тоже 2014 год. Вот, и естественно, я не попал даже в шорт-лист. Как бы, ну не расстроился, мне было непонятно почему. То есть я же вроде сделал так, как они хотели. То есть с тех пор мы ноздрял-ноздрил, получается. Ребята, мы говорим вообще все об одном годе, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже у меня обида 2014 года. То есть мы все из 2014 года прямо. Но вторая обида была другая. У меня была серия на вейдинг, на май вэт, простите. И эту серию прямо все, даже Миша Мун говорил, Артур, это победа. Все-таки Артур, это просто разъеб. Это лучшее, что было вообще во вселенной с магнитофоном. Конечно. Да. Я тоже ее помню, да. Она не прошла в шорт-лист. Я тогда вот действительно расстроился. А сейчас, когда я ее пересматриваю, думаю, ну в принципе, ок. Ну как бы, сейчас я понимаю, какие там есть минусы. Я даже сейчас понимаю, какие минусы в серии, которые я подавал в этом году. Я понимаю, почему она могла не победить. Минусы всегда существуют. Ты до любого момента... Как мы с вами говорим, всегда есть какие-то новые. Конечно, ты всегда можешь докопаться до любого момента. Тут, наверное, вопрос твоего ожидания и твоего окружения, которое тебя настраивает как раз на какой-то нужный лад. И когда ты со всех сторон слышишь, что да, все, ты в этом году точно сможешь. И потом... И все. И все, да. Конечно, тебя это расстраивает. Конечно, тебя это расстраивает. То есть все-таки вот если резюмируя вот эту историю, надо, наверное, ничего не ждать, получается так? Как вот, ну, психологически. Вот ты сейчас подавал заведомо выигрышную серию. Ну, то есть все говорили, Миша, это круто, это, скорее всего, финал, это, скорее всего, победа. Ты с каким настроем шел на премию? То есть ты дергался там или нет? Ну, конечно, дергался. Я, конечно, переживал. Тут вопрос, знаешь, другого, что мы знаем истории, когда Вейдинг выдавал неожиданные результаты. И когда действительно ты был фаворитом, по итогу побеждал действительно кто-то, кто, ну, по всей видимости, более достоин, там, кто-нибудь из регионов, например, и так далее. Для которого, действительно, эта победа куда больше значит, чем, допустим, для меня. Может быть, это какой-то политический шаг? Я об этом не думал. Ну, возможно, я сейчас ничего не говорил, просто какая-то... Или вы набираете одинаковое количество голосов и говорят, слушай, ну, Мун, как бы и так, как бы все понятно. Давайте попробуем товарища там, не знаю, кого. Ну, тут вопрос вообще в целом открытости премии и насколько это все прозрачно. И действительно, когда ты понимаешь, кто тебя оценивает. И вопрос, что ты будешь подавать, удивляя тех, кто сидит в жюри. Мне кажется, это тоже немаловажный факт. Когда ты рассматриваешь какую-то премию, в которой участвовать, смотришь, кто будет тебя оценивать, журить. Правильно? Абсолютно верно. Я бы хотел такой тонкий момент затронуть. Мы говорили об окружении, которое тебя поддерживало со всех сторон и говорило, что ты лучший, ты победитель. Очень интересно было бы посмотреть, как эти люди, что эти люди говорили другим участникам настрали. Или что они говорили уже после. Да, что они говорили после. На самом деле, это была очень забавная ситуация. Недавно прошли два больших конкурса. Они прям, опять же, шли ноздря в ноздрю. Top 100 Awards и Wedding Awards, две церемонии. Ну, Top 100 себя позиционирует как рейтинг больше, чем как конкурс. Но мы все-таки... Да, я больше о другом, об атмосфере, которая там царила. Я думаю, здесь очень важный момент, когда ты конкурируешь с людьми, которые находятся на высоком уровне, или по крайней мере, на одном уровне с тобой, где нет очевидного претендента, где нет кого-то, кого можно прям стопроцентно выделить. Это очень сложная история. На том же самом Wedding Award, когда объявляли агентства, с которыми ты... Агентства потрясающие. Все потрясающие агентства, все хорошие. Все хорошие, все любые агентства, все хорошие. И с которыми ты еще и работаешь. Да, ты болеешь из-за тех, из-за других. И вот тут действительно такие смешанные чувства. Ты не знаешь, как разорваться. Ты хоть желаешь победы и одному, и другому. Они, в принципе, все достойны. Это больше, знаешь, такое личное отношение. Ты же не видел их презентации. Там же, да? Они же... Это закрытые, да. Да, наши серии открыты. Все смотрят и могут тебе сказать, Артура, твоя серия была лучше, или там, Вася, твоя серия была лучше и так далее. А мы знаем агентство, просто мы с ними работаем. А то, что они, какой материал отдали на судейство, мы его не видели. То есть мы не можем как бы... Плюс мы не весь бэкграунд знаем работы агентства. То есть мы их оценим, грубо говоря, в работе. Но мы не можем оценить подготовку к мероприятию и так далее. Поэтому, да, тут, скорее всего, больше такие личные пристрастия и, скорее, про симпатию вопрос. Совершенно верно. Плюс это вопрос обид. Я вот эту тему как-то педалирую. Она у нас в плане, да. Очень много людей были обижены результатами или расстраивались. Или, как я слышал, ты сам рассказывал, к тебе подходили люди и говорили, ну, типа, может быть... Не плачь, Артур. Чем тебе мы можем помочь? Я домой выпьем водки, поплачем. Говорю, а я не понимаю, что... Ну, окей. Надо было пользоваться моментом, Артур. Да. Дайте мне денег, что я проиграл. Ну, для меня, лично для меня, вот, любой такой... Я всегда на любую премию, ну, учитывая свой опыт, иду без каких-либо ожиданий. Конечно, ожидания есть. И, кстати, когда ты сидишь, когда говорят фамилию, ты думаешь, ну, сейчас, сейчас меня вызовут, я пойду, сейчас скажу речь, будет красиво. И когда говорят не твою фамилию, конечно, ты, ну, да, ослаждаешься немного. Но для меня это осаждение такое, знаешь, чуть-чуть, и я как бы не чувствую, что это какой-то, знаешь, там, конец жизни, или все, конец, ничего там больше хорошего не будет. Типа, я обосрался и так далее. У меня такого нет отношения. Для меня поражение — это такое, знаешь, так сейчас пафосно будет звучать, какой-то новый толчок, новый путь. Хороший повод собраться. Да, типа, значит, что-то не так. Значит, работаем дальше, и в следующем году мы их точно у всех уничтожим. Ну, на самом деле, вот ты говоришь, что что-то не так, я бы хотел поправить, но на самом деле это не всегда что-то не так, и это дело, может быть, даже не в тебе. Воля случая, я не знаю, это больше удача там какая-то. Даже если это воля случая, а я это восприму на свой счет, что значит не надо делать что-то больше, это же хорошо, когда что-то, а если ты выигрыш, в шоке, и все круто. Буду продолжать снимать глаза и ноги, ну, как бы, да. Тут вопрос, да, кстати, хороший момент после победы, что у тебя происходит после, расслабляешься ли ты или нет. Потому что, насколько я помню, когда я действительно тебе проиграл еще на вытинге, я очень сильно разозлился, и, ну, не то, что не копил обиду, но в себе я прям вот, вот у меня горел огонь, и я хотел сам себе в первую очередь доказать, что все-таки, возможно, это была ошибка. Потом, да, но ты расстроился, переживал и так далее, а потом последние, следующие два года ты раз доказал, взял. Тут вопрос, наверное, в том, что нужно все-таки трезво к этому вопросу подойти и проанализировать действительно, может действительно что-то поправить, может действительно в какую-то сторону уйти, потому что, если ты помнишь, я долгое время прям снимал горизонтальные фотографии и вот прям шел на, грубо говоря, на репортаж. После этого я немножко свое отношение к этому поменял. Я помню одну твою фразу, когда я в этот день к тебе подошел, и ты мне сказал, конечно, ну, все окей, все нормально, но ты мне сказал, у меня, говорит, такое ощущение, что я больше, у меня не будет возможности снять такую свадьбу, или я больше такую не сниму. Ты помнишь, что такое сказал мне? Это, я не то, что помню, я действительно, ну, та серия для меня действительно, вот лично для меня является до сих пор эталоном, и, наверное, да, я ее сейчас сам не перепнул, и я боюсь оказаться действительно в заложниках у этой всей ситуации и не снять лучше. Хотя с каждым годом все-таки нужно расти и расти. Это, мне кажется, сложный вообще психологический момент. Оборотная сторона, если поражение может быть хорошим стимулятором и подвинуть себя на какие-то новые достижения, бывает так, что выиграв что-то, ты, ну, не то чтобы расслабляешься, но успокаиваешься, и даже я знаю и по себе, я знаю, многие люди об этом говорили, не всегда эта вершина, в том плане, что ты, не всегда победа — это вот какое-то достижение, которое ты сделал, и все, ты можешь действительно расслабиться. Удержать, удержаться на этом месте, удержать свой уровень или даже пойти дальше, ну, как Миша совершенно справедливо говорил, очень страшно иногда становится, когда ты понимаешь, что твои работы текущие или не дотягивают, или становятся хуже, или нет материала какого-то, который соответствует твоему уровню. С каждым годом иногда все сложнее соответствовать и оставаться на вот этой вершине, удерживать вот этот статус, что иногда прям сложнее. Ну, проиграв, у тебя нету статуса никакого, ты можешь дальше участвовать. Ну, например, если бы я был бы на месте Миши в данный момент, я бы, наверное, уже не участвовал бы в премиях. Ну, вот если взял две подряд, например, да, то есть такое, знаешь, как Хабиб. Если ты его так на пенсию, да? Как Хабиб, ты знаешь, там 30 побед. Миш, ты планируешь, скажи? Кадр выигрывал? Нет. Файнарт выигрывал? Нет. Файнарта больше нет. Ну, то есть, мне кажется, что надо все-таки, ну, вот я бы, если бы сейчас взял бы, я бы, скорее всего, ну, в следующем году точно не принимал участия, может быть, вообще не принимал бы. То есть, уже когда, ну, как вот я Хабиба привожу, в пример, там, 29 подряд побед. Ты вот так судишь, как будто премия — это какой-то некий потолок, и все, вот к этому нужно стремиться. Ну, то есть, ну, уже как бы, уже окей. Тут вот именно что не потолок. Вот эти наши премии, они в мировом сообществе или вообще с точки зрения каких-то там, ну, других движений никакого значения не имеют. Это наша семья маленькая какая-то. Этот лучше, этот лучше, этот хуже, этот хороший. Все, ты сделал, доказал, получил, пошел дальше. Но доказал, доказал при этом, смотри, тут же еще вопрос, что не все в этих премиях участвуют, кто действительно может выиграть, кто может составлять, там, хорошую конкуренцию. Половина из этих людей вообще сидят в жюри этой премии и так далее. Поэтому это не очень-то, наверное, правильно себя, ну, обозначать, как я вот лучший фотограф, там, прошлого года. Я не говорю, что ты себя делаешь лучшим, да? Ты просто уходишь на пике, вот именно в этой... Как в спорте. Как в спорте. Я думаю, у тебя аналогия спортивная, да. Спортивная аналогия, вот, типа, все, ты уже столько всего взял, что сейчас, если ты подашься и... И проиграешь. И попадешь даже в шорт-лист, это будет мощнейший удар. Конечно, конечно, да. Поэтому, чтобы этот удар как бы избежать, можно... Так ты мне советуешь подождать. Не, не советуешь. Ты все равно не будешь тебя, ты же будешь в судействии, скорее всего. А вот через год уже, наверное, можно попробовать. Можно попробовать. Давайте перейдем как раз к вопросу, действительно, ну, вот таких вот глобальных историй, мировых премий, в том числе, не где ты вносишь взнос, а есть же премии, где тебя просто сами люди номинируют как лучшего фотографа. Я знаю, вот, Harper's Bazaar выкладывает свой рейтинг. Ежегодный он или нет? По-моему, ежегодный. Я не знаю деталей. На самом деле, он, насколько я знаю, не слишком открыт, и как он формируется, ну, до конца непонятно. Но при этом большинство имен, кто туда входит, я знаю. И это действительно заслуженно. Тут вопрос, да, возможно, там кто-то уже не очень актуален в наше время и так далее. Вот, но мне кажется, я бы хотел туда попасть. Вот прям с радостью. Вот я про это и говорю, я не говорю. Видишь, я считаю, ты сейчас... Новый Горизонт. Новый Горизонт, да. Тут окей, понятно. Пойдем дальше, попробуем какие-то другие вершины завоевывать. Но там попробовать, ты же говоришь, что они сами выбирают. Да, да, да. Ты не номинируешься. Не номинируешься. То есть ты не можешь себя в шапке профиля написать. Увы. Номинант. Номинант Harper's Bazaar. Да. А как они выходят вообще в теме? Я просто вообще не в курсе этой истории. Это, кстати, мне кажется, к вопросу о форматах. Мы об этом не сказали, но я думаю, не все знают. Во-первых, конкурсы реально бывают очень разные. Бывают, так скажем, каталожные варианты. Бывают форматы Harper's Bazaar, где по какому-то принципу отбирают лучших, ориентируясь, опять же, на вкус и эстетику журнала, бывают именно конкурсные истории, где больше спорта, так скажем, где можно как-то оценить или технический уровень, или какие-то конкретные критерии есть. Они действительно разные, и это важно понимать, когда ты участвуешь, куда ты идешь. В прошлый раз мы с тобой говорили о MyWeddy, говорили о Wedding Award. Они действительно очень различны, хотя часто бывают какие-то неожиданности и нюансы, которые узнаешь, открываешь, все меняется. И это очень классно, то, что они не остаются статичными и тоже изменяются. Но есть, например, зарубежные также сообщества типа ISPVP, Fearless, где есть свой конкретный… ISPVP — это где книжки печатают или это другое? Это тоже фотографически. В общем, я просто в этих аббревиатурах… Да, да, они сложные. ISPVP — это надо прочитать какой-нибудь, попросить Игоря Булгака написать в комментарии, какие там буквы нужно забивать, чтобы взять лучшие книжки. И если мы говорим о свадьбной фотографии, есть много других или смежных, или близких, скажем, про National Geographic я знаю, да? У тебя есть какой-то кейс в WordPress, где совершенно другие и критерии, и методы оценки, и материал совершенно другой. Или, скажем, каталожные варианты рейтинговые типа Models.com, я знаю, SwipeCast какие-то рейтинги свои делает. Это закрытая система, куда нужно было раньше попадать по модерации. Ну, это что ж такие движения внутри индустрии, получается. Models.com, это же там уже все fashion, да? Да, да, именно. Ну, это как раз вопрос-формат. Есть еще в России Russian Photo Awards, которые объединяют себя вообще все различные жанры, там семейная фотография, ЧБ, репортаж. Пожалуйста, участвуйте. Я не понимал номинацию ЧБ. Ну, типа, черно-белая фотография. Да, стать победителем, я лучше ЧБ фотограф. Да, да, да. Но это интересно, когда... Это классно, когда у тебя есть рамки, в которых ты работаешь и понимаешь, что от тебя требуется. Ты думаешь, это классно? Мне кажется, наоборот, если когда... Ну, когда ты начинаешь действительно творить, и ты можешь из одной точки куда-то уйти вообще в какую-то себе неизвестную стезю. Ну, я думаю, что это классно в плане того, что у нас есть много очень параметров, и мы можем зафиксировать какой-то один, скажем, если это свадебные премии, то мы фиксируем свадьбы. Да. А если это там премия журнала, то все равно это так или иначе то, что журнал может преподнести своим читателям в рамках вот этой истории. Дать полную свободу, это... Мне кажется, даже если мы фиксируем много параметров и пытаться выбрать лучшего из крутых фотографов, реально очень сложно. Переходя к опыту судейства, и Миша, я знаю, очень много судил у меня... Ну, не так много, но да, чуть-чуть опыт был. У меня очень большая история и международные конкурсы... С обратной стороны можем рассмотреть это. Давайте поговорим про это. Что ты... Что, Федь, что ты можешь сказать, когда ты был многие многие годы по одну сторону, а потом перешел на другую? Как это? На самом деле, это очень крутой опыт. Всем рекомендую. Если бы, конечно, можно было так просто подать заявку на судейство, да? Ну, тем не менее, когда ты судишь, ты понимаешь, насколько по-другому воспринимается твоя работа с людьми. Особенно, если это большой объем информации. Я, честно говоря, не представляю, как, например, судили топ-100, где более, там, 100 участников по фотографам. Как это происходит? Ну, как это происходит? Ну, так, нет, формат-то не меняется. Да, формат меняется, я имею в виду объем. Когда ты просматриваешь, там, или на Myody более... Ну, шорт, я не помню, порядка 50, по-моему, серии. Ну, 30, да, слушай, даже по 50 серии можно уже даже вынести из себя, ну, какие-то выводы для себя, в первую очередь, сделать, что действительно тебя может... Федь, наверное, ведет к тому, что монотон... Вот, когда ты что-то подаешь, нужно посмотреть на формат... Подойти, точнее, к этому вопросу, насколько это, возможно, будет похоже на остальные работы, правильно? Да, это как в... Я думаю, отчасти как маркетинговая история, когда ты заходишь в магазин, где очень много всего. Что именно тебя зацепит? То есть это может быть даже не самая сильная какая-то вещь, но которая привлекла твое внимание, она выделилась как-то из общего объема, чем-то тебя зацепило. Тем более, что надо понимать, если говорить о конкурсных работах, если в рамках серии мы оцениваем результат, то это не одна фотография, которую можно порассматривать и поставить какие-то плюсики, минусики. Это набор кадров, которые где-то есть посильнее, где-то послабее. То есть не бывает идеальных вещей, и выделить из этого неидеального материала что-то, что действительно достойно там победы, но чрезвычайно сложно. Плюс система оценки, она всегда разная. Я сталкивался с очень разными и бальными системами, и свои какие-то системы разрабатывал. Нужно понимать, что это не спорт, где ты пришел на секунду раньше и победил. Помимо субъективности, помимо того объема, который это отсматриваешь, ну и, соответственно, какой-то усталости в этой работе, я, например, несколько раз всегда пересматриваю, то есть там буквально по 10 раз, 10 подходов, 10 отжиманий. Когда ты первый раз прошел, сформировал первое впечатление, потом какой-то первичный отсев, потом второй более глубокий, глубокая проработка, потом начинаешь ковыряться в деталях, потом возвращаешься опять на первоначальное впечатление. Это с каждой серией, потому что у меня бывает, я посмотрел один раз серию, для меня все понятно, что это, ну, нет. Да, разумеется, бывают работы, которые выделяются прям, ты сразу понимаешь, что это вот лучшее из того, что ты видел. Так же и наоборот. Лучше, да. То есть ты по первым там пяти кадрам сразу понимаешь, что идет дальше. Тут, наверное, даже Федя подтвердит, тут еще есть такая некая особенность, отличная серия, отличная серия может, отличную серию может запоганить всего там один кадр. Да, да, именно. Который случайно как-то... Ну, это не помешало некоторым сериям быть первыми. Нет, 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 таких не было. Ну, все идеально, все выверено. Ну, окей. Но, тем не менее, даже учитывая, что в каких-то работах могут быть провальные, на мой взгляд, кадры, ты поднимаешь в целом уровень. И в этом сложность. То есть иногда я даже доходил до того, что считал, сколько прямо идеальных кадров, сколько провальных кадров в серии, пытался как-то их сравнивать. Математический подход сделать. Я недорассказал, тут еще важно понимать, опять же, когда судишь, какие бальные системы, скажем, Amaiwet использует одну систему, где ты должен расположить прям по местам расставить баллы, они суммируются, потом выводится какой-то средний балл. То есть 50 ты выбираешь 10 первых. Да, там не может быть, например, две работы, которые тебе одинаково хорошо нравятся, ты не можешь их поставить на одно место. И, ну, буквально это может подбрасывание монетки решить этот вопрос. Ну, то есть как определить, что лучше? Какой там торт вкуснее? Ну, я понял, да. А в других конкурсах бывает, что ты можешь ставить одинаковые оценки, и суммируются голоса с разных судей, и тогда получается какой-то финальный результат. Короче, сбрасываешь ответственность с себя. Ну, в некотором роде да. То есть когда ты можешь поставить работу, три работы на одинаковое, так скажем, первое место или там высший балл, это такой немножко тонкий момент перекладывания ответственности, но, тем не менее, это нужно иметь в виду и понимать, как это работает. Ну, азарт, кстати, быть членом жюри тоже есть, потому что тебе самому интересно, насколько ты угадал победителей. Да, именно. И на моем опыте очень-очень редко... На моем опыте все люди, которые когда-то что-то судили, они говорят, я на первое место ставил другого человека. Я не знаю, почему победил этот. Ну, потому что судить как бы не один вас там... И это классно, поэтому и классно, и в хоть какой-то момент объективности и субъективности в этом может присутствовать, конечно. Да, это круто, когда твое мнение, ну... Ничего не значит. Ничего не значит. Ну, то, что ты не можешь прямо так сильно повлиять, поставить одному типа 10, а другим всем по нулям, и сказать, что сейчас этот победит, потом бам, нет. Так, а ты проговорил про MyWed, а у Wedding какая? У Wedding, ну, как раз нет, Федя как раз из-за того, да, вот эта тема, что у Wedding формат как раз бального, бальной системы. Ты можешь всем сериям поставить по 10. Да, можно сделать так. Здесь нет задачи выделить победителя, и тут нельзя сказать, какая система лучше, какая хуже. Они просто разные, и мне кажется, не может быть универсального варианта. И более того, был даже более, наверное, сложный вариант. Я в этом году был приглашенным судьей по номинации Inspiration съемок, где как раз нужно было оценить не только визуал, не только конечную работу фотографа или идеографа, но и работу команды, где приходилось вникать в презентации, смотреть, что было сделано в рамках этого проекта, как это было сделано, как к нему велась подготовка. И это уже другое совершенно измерение. Гораздо более слабое в этом году. И ты угадал что-нибудь там? На самом деле было очень много как раз вопросов, очень были сильные работы. Этот год просто порвал, мне кажется, всех, никогда такого не было. Много очень крутых профессиональных людей трудились над разными проектами, и они просто эстетически могут быть разные. Они могут быть одинаково, например, сложные, но как из них выбрать что-то лучше было чрезвычайно сложно. И мы обсуждали эти вопросы, делились какими-то мнениями, чтобы помочь даже именно для себя принять какое-то решение. И мне кажется, это было очень крутым ходом. Вот мы знаем работу с Валопалова, который получил... Отдельную номинацию. Сейчас мы затронем эту тему, потому что мне, да. Ты закончишь, я просто скажу, мне интересна вот эта тема со Славой. Это очень круто, конечно, но я, Даня, я уже могу говорить. Да, ну, если можно, я бы свое отношение подытожу. Я считаю, что это было очень красивым шагом, потому что если бы... Это очень уникальная работа, интересная. Я не знаю, делали кто-то что-то подобное, но я не сталкивался. И оценить ее, конечно, стоило. Но, скажем, в рамках командной работы, где работали много людей, агентства, делали какой-то продукт, может быть, даже больше в формате журнала, скажем, поставить ее на первое место в рамках номинации было бы, наверное, не очень правильно. Но подожди, твое отношение, вот как раз вот эта номинация по Inspiration, она должна все-таки быть командной работой или нежели какой-то творческой работой одного человека? Ну, так там не совсем... Там же дело не в команде, насколько я понял, что может подаваться агентство в эту номинацию. Да, да, именно. Ну, и, как правило, все агентства как раз и были организаторами. А почему фотограф не может быть организатором? Нет, может быть. Да, может быть. Просто на мое личное мнение, это классный, очень креативный подход. Но в плане... И работы там сделано было очень много. В создании деталей, того, как это делал Слава, ну, это гениально. Номинация в этом году была абсолютно новая, не до конца понятно, какие должны быть работы, как они должны выглядеть, и поэтому было много и открытий, в том числе, как работа Славы, и приз, который мы присудили отдельно, это, мне кажется, гениальный был ход, отлично. Ну, они молодцы, да, что выделили, потому что было бы странно оставить без внимания этот проект. И в том числе, работа Андрея Анастасенко, которая визуально просто прекрасна. И два первых места тоже, мне кажется, отличное было решение в конечном итоге, потому что работа Андрея как работа именно больше фотографическая, то есть там не было большой организаторской работы проделанной, и в этом может быть и есть соль, когда не нужно собирать большую команду, чтобы сделать отличный результат, который может нравиться людям. И работа действительно большая команды, с большой подготовкой, который получил, позволил сделать классный продукт. Так, а мы про Славу закончили или нет? Не-не, мы можем. Я просто, я бы вот честно ему посоветовал еще до премии вообще создать такую некую, не знаю, создать историю про настоящую свадьбу. Не повторять чьи-то фотографии, а сделать свой сюжет полноценный. Чтобы эти фотографии еще при этом еще не видели, мне кажется, это вызвало бы еще больше ажиотаж вокруг его работы. Типа деньги, да, там, сборы, там. Нет, имеется в виду, чтобы эти фотографии вообще он еще не показывал никому и готовил как отдельный проект. Ну, это к вопросу, опять же, по тому, какие работы, например, подавать на конкурсы. Работа Славы была, может быть, где-то на грани, да, вот той номинации, в которой он подавался, но она была настолько уникальна, что была оценена и поддержана. Я в любом случае был признателен в том числе и журналу Wedding за то, что его прям отдельно так объявили. Да, очень круто. Потому что мне кажется, он не ожидал точно. Он не ожидал, но у меня был такой прогноз. Был такой прогноз, что ему не дадут финал, возможно, не дадут главную премию, но его как-то выделят. У меня прямо это было в голове. Но на самой премии, когда я сидел, я думаю… То есть ты настоял на этом? Нет, да, я настоял, говорю, ребят, надо сделать. Но когда уже объявили, когда, знаешь, все закончилось, потом вышел человек, потом еще раз, и такой, типа, Левчук говорит, Слав, походу, сейчас про тебя. Он такой, ты не можешь быть. Бам, типа, вау, круто. Нет, классно было, правда, очень классно. Такой один из самых запоминающихся историй в этой премии. Очень круто. Значит, получается, в Inspiration съемках можно заручиться поддержкой агентства, якобы. Ну, то есть сказать, что это делает там Мун с кем-то. И Мун все делает, да, и подается. Но у него есть поддержка какого-то… Потерял, потерял нить вообще. Ну, то есть могут подавать только агентства? Нет. Ну, нет. Я так понимаю, что и фотографы могут… Нет, ну, надо решить. Ну, я о томкости, к сожалению, не знаю. Почему? Нет, задача организатора — это не обязательно его должна быть идея и концепт. Просто организатор может подключиться в некие такие моменты, где нужно что-то, ну, кому-то позвонить, организовать, арендовать и так далее. Ну, и фактически Миша может, мне кажется, выступать сам агентством, нет? Ну, да нет, мы все можем, конечно, выступать. В том числе, слушайте, ну, насколько я знаю, как раз та же Лена Павлова, это, ну, все идеи вот ее команды там с Машей и с Аленой, это, ну, это их идеи, с которыми они приходили в агентство. Там все, ну, Машей придумывает, нет? Ну, как вариант. Это шутка была. Какие-то инсайды, да? Инсайды, да. Так, ну, давайте положать, давайте про региональный поговорим, потому что тоже такая важная история. Давайте еще минутку Славе. Слава, 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 Слава. Слава самый лучший, Слава Семенов. Молодец, молодец. Надо его пригласить, кстати, сюда. Кто с ним будет общаться? Федя? Лего-человечки. Лего-человечки, да. Значит, про региональные поговорить о том, что вот эти ребята, которые раньше побеждали, тот же самый Курбанов, он же там взял все региональные премии, потом ворвался в Москву. Какой там общий уровень? Потому что я знаю, что Миша судил региональные. Да и Федя судил. И Федя судил. Что там происходит вообще? Что за ребята? Я вообще никого не знаю, никого не видел. Ну, честно, у меня сложилось некое впечатление. В любом случае, конечно, регионы смотрят, в том числе и на Москву, и на главную премию, кто там побеждает, ориентируется как раз на их результаты. И вот эта вот неугомонная моя тележка через каждые 2-3 серии мне попадалась в судействие. Это, конечно, было бы... Ну, так она и в Москве попадалась. У более видных персонажей тоже эта тележка есть. Тележка Муна. Тележка Муна. Все-таки ты это придумал. Ладно, проехали. Да, проехали. Больная тема. Не, уровень-то хороший. Единственное, тут вопрос твоего действительно ожидания. Потому что некоторые люди, кто побеждает в тех же регионах, у них прям вырастают крылья, они врываются на московскую премию и потом бьют себя в грудь, что сейчас вот мы выйдем на сцену. Но, к сожалению, этого не происходит. С другой стороны, вот Валена побеждала при этом. Как тоже, как некий такой региональный представитель. Вот. Он побеждал уже, побеждал. Как уровень... Нет, уровень-то хороший. Уровень хороший. И видно, что не хватает неких, возможно, бюджетов на тех свадьбах, которые мы снимаем. Вот. И дай ребятам возможность. Они в любом случае себя проявят. Я не знаю, что еще сказать. Ну, мы же с тобой Тулу судили. Да. И я не только в Вединг Авордс и Тулу, да, мы с тобой вместе смотрели. По репортажным вариантам тоже были какие-то у нас судейства в свое время. В реальности это очень классная история. То есть не обязательно пытаться сразу подаваться на главные премии страны, какие-то топовые результаты. есть свои площадки в регионах. А я вот не соглашусь. Нет, подаваться в любом случае нужно. Потому что я даже сам по себе знаю, эта схема очень достаточно рабочая. Если мы говорим про Вединг Авордс, как раз, чтобы тебя как-то заметили. Да, разумеется, я просто говорю об общем уровне. Понятно, что будучи в регионе, сложно выходить на прям топовый уровень, в том числе из-за того материала, который есть в твоем распоряжении. А как ты поймешь свой уровень, не подаваясь? Можно, если ты уверен, если у тебя есть достойный материал, ты можешь сразу идти напрямую. И я думаю, есть такие примеры, не скажу так на вскидку. Зачем нам лишние фамилии конкурентов? Мы не будем никого называть. Но даже на региональных бывает общий уровень, скажем так, пониже. Но иногда появляются какие-то изумруды, как вот мы тоже с тобой смотрели. И видно, что кто-то снимает на голову выше, чем другие люди. Таким людям надо сразу переходить на новый уровень. Те, кто еще не дошел до этой стадии, пробуйте, работайте в этом направлении, подавайтесь там, смотрите работы конкурентов, смотрите, как это работает. Опять же, возвращаясь к нашему опыту, мы все начинали с каких-то простых вещей. И очень сложно сразу выйти на… Ну, сложно, да. Но вот Мишина мысль мне нравится, что… Да, я совершенно согласен. Надо подаваться в любом случае, потому что там десятка или там 15 тысяч за такую рекламу, что тебя посмотрят все агентства. Но тут, знаешь, такая двойная история. Материал должен быть плюс-минус нормальный. Не запятнать себя, да? Да, да, ты можешь запятнать себя. А если ты выдашь… Видно, что это не победная серия, но что-то плюс-минус окей, ты выкладываешь, тебя смотрят все агентства и высокие, которые там с большими бюджетами работают, и с маленькими, и те, кто с маленькими, говорят, вот, прикольный парень, почему, а давайте попробуем. Я в том же самом 15-14 году выложил серию, и ко мне пришла невеста с сайта Wedding Awards. Я вас нашла на сайте Wedding Awards. А ты тогда в шорт? Даже не в шорт. Даже не в шорт. Там, по-моему, все серии висели, да. Вот я нашла, вот мне понравилось, давайте работать. Вот тебе реклама прямая. Топ-100 тоже самое, супер реклама. Ну, это, кстати, к вопросу попадания в топ, не обязательно быть там, потому что есть не только топовые там сегменты, есть и сегмент по бюджетам, по уровню ниже, но, тем не менее, там могут быть очень интересные проекты, которые и организаторы, или даже просто ребята. Бюджет ниже по Госяну. Да, ниже по Госяну. Ниже не бывает. Пробили дно. Сколько? Три тысячи в час, да, мы в прошлый раз с тобой обсудили? Да, да, мы три определились, сегодня, думаем, до четырех поднимемся. Ну, три с половиной. Ну, вот, тяжелые, надо как-то это решать. Да, я к тому, что люди часто ищут как раз кого-то в серединке, и ты можешь быть очень хорошего уровня, и находясь даже в этой серединке, ты просто засветился и попал в нужное. Ну, вот, например, та девочка из Тулы, она могла бы подастся на вейдинг. Она подавалась на Майвы, это, кстати, в прошлом году и была, по-моему, даже в шорте. Да, а если бы она на вейдинг, подалась бы она... Что там в Туле происходило? Есть девочка, которая очень хорошо снимает, на мой взгляд. Фотограф? Да, фотограф. Могу фамилию сказать, если это уместно? Я не против, но не против. Мария Орехова ее зовут, да. Передай привет. Да, привет. Ты, по-моему, тоже смотрел эту серию. Я в Туле, нет. Ты темнокожий испанцы, Мария Орехова, года два назад на Майвейде, тебе она очень понравилась. Да, да, да. Серия. Она в Испании снимала, там все были черные, красивые. Не черные, а... Загорелые. Загорелые. Вот. И она тоже выдала, конечно, там было послабее, потому что это какая-то тульская была свадьба, но прям уровень читается. Если она эту работу отправила бы на вейдинг, скорее всего, она попала бы в шорт, а может быть и в финал. Вот тебе раз-два, сразу она почему-то этого не сделала. Хотя я, по-моему, сказал, подавай. Ну, какая-то неуверенность. Ну, не знаю. Если материал хороший, то надо подавать. А если ты выиграл Латулу, то уж как бы... А некоторые даже и ничего не ожидают, просто подают. Яркий пример тоже Рома Хлюстов, когда просто вот те, да, 15-й год, 16-й год. Ну, что-то, да, что-то около того, ничего не ожидая, все. И в итоге они переехали в Москву. Ну, это что? Я, причем, помню, я был на той премии, и когда объявили победителя, все начали переглядываться, перешептываться и не понимая, а кто это вообще. То есть, ну, действительно, ребят никто не знал на тот момент. И я помню, то ли два, то ли три раза подряд еще их ролик прокрутили. То есть все их посмотрели. Было круто. Да, круто. Кстати, про эту тему хотелось бы затронуть, у нас плане нету, но мне интересно. Способность воспользоваться победой. Не все же вывозят. Да, абсолютно. То есть, мне кажется, Рома такой эталон, как он выиграл, и вот с этой победой он прямо вот с какого-то нуля, грубо говоря, по... и до сих пор держится, понимаешь? То есть он бам-бам-бам-бам. А есть истории, которые вот... хотя кто, какие истории? Ну, есть. Я поддержу, да, когда бывает человек выстреливает на конкурсе, побеждая с какой-то, может быть, или случайной съемкой, ну, так сложилось, либо вот зашел он судьем, но в конечном итоге он сам не может соответствовать тому уровню, который задал. Ну, это тоже очень важный момент, когда к тебе приходит уже на твой уровень, а ты еще ему до конца не соответствуешь и не можешь вытянуть результат, это может в обратную сторону сыграть. То есть тут очень-то... Ну, это умение работать после, понимаешь? Если ты взял, это начало работы. Потому что мне тоже, я вот когда взял, у меня уровень свадеб вырос, мне было немного это, ну, страшновато. Типа, что, куда, как там? Тебе что, вертикально все снимать? Да. С горизонтали резко перешел на вертикально, понимаешь? У меня был стресс. Вот, но я вроде вывез, пока сижу, вроде как, деньги на метро, на кофе есть, все нормально, значит, все сделал правильно. То есть, а к тому, что нужна активная работа после? Да, разумеется. Ты работаешь сейчас над своей победой, Миша? Что? Да нет, ну как, ну как, нет, ну, слушай, что значит работаю? Я просто, ну, продолжаю двигаться в том же направлении, просто какой-то свой пунктик закрыл, который, ну, ничего греха таить, конечно, хотел выиграть, вот. Вот, ну, а по факту ничего не поменялось. Мне кажется, у Миши это просто промежуточная станция, то есть он вот как шел на хорошей скорости, притормозил, подзаправился и поехал дальше. Да, пидстоп. Ну, поменяли, может быть, шины, я не знаю, но смысл остался тот же, да. И пошел на золотую пальмовую ветвь. Да нет, ну, слушай, все-таки премия-премиями, но я лично это больше воспринимаю как некий такой, свое некое портфолио, там, подача, кто знает, может, там, при переезде в другую страну. В другую. Ну, конечно, немного другая история у Миши, потому что Мишу и так все знали, а если какой-то человек, который только приехал и взял, там уже другая работа. Это вот вопрос, кстати, о хейтерах, я не знаю, у Миши, наверное, он с этим не столкнулся. Ну, либо за глаза, не знаю, но нет, я знаю, нет, я знаю, что я не очень... За глаза только твой рост обсуждают. Я знаю, что, да, я знаю, что меня кто-то там недолюбливает. Скажи мне, кто это я не знаю. Это, мне кажется, болезненная история. А у тебя есть, да, хейтеры? Я тоже, вот, к сожалению, не столкнулся напрямую, но иногда это чувствуется, и, возвращаясь к церемонии Wedding Award, было иногда прям видно, как люди, кто-то кого-то искренне обнимает, ну, искренне, надо понимать, как. Сучка. Да, 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 но в сердцах это какая-то зависть или, может быть, обида, или, особенно, если вы были там в каких-то похожих условиях, номинациях. Это, мне кажется, не так сильно относится к фотографам, хотя тоже, наверное, есть. Но при этом, мне кажется, нет, все-таки комьюнити фотографов самое-самое такое. Да, есть какой-то поддержкой, это вообще очень дорого стоит. Просто я знаю, какие баталии там у ведущих между собой, драки. Ну, поэтому же кто-то пост написал, да, что вот фотографы все какие-то такие странные, а фотографы всегда... Так я смотрел как раз видео с Тули Урала, Wedding Awards, когда победителя просто выносили на руках фотографы. Круто же. Круто. Ведущих так не понесут. По поводу, кстати, да, ну, не знаю, про тренды уже всем надоело, но все-таки у меня было такое наблюдение, что на Wedding в финале, именно по фото и по фото, наверное, видео не помню, в финал вышли люди, которые абсолютно не в тренде, которые сейчас транслируются сообществами. Что вы об этом думаете? То есть почему так получилось, что у нас есть четко, ярко выраженный тренд, который хорошо продается, и много людей в нем работают, но в финале нету ни одного представителя. Ну, тут вопрос, наверное, на то, что мы и обсуждали. Возможно, когда подается там 50 человек с одними и теми же по факту фотографиями в одной и той же обработке, стилистике, сразу начинают выделяться совершенно другие люди и другая стилистика. И может быть поэтому, не знаю. Надо понимать, как тренды эти работают. То есть распространяются ли эти тренды на площадке, на которых ты участвуешь в конкурсах, либо это, скажем, есть, так скажем, ну я называю это инстаграм популярностью, там попсой, условно говоря, где какого-то рода фотографии просто заходят публике, сложно оценивать, какая она. Ну, то есть я не специалист в этом не скажу. И они могут быть, могут совершенно не котироваться на конкурсах, не подходить. То есть это разные вообще категории. И даже если ты очень мега популярен в инстаграме, не всегда это сработает в плане какой-то конкурсной, там, рейтинговой работы. То есть тут это два разных мира, мне кажется. И те тренды, о которых ты говорил, пока, наверное, они живут в инстаграме. Там очень круто отрабатывают, и там есть своя аудитория. Видимо, пока это другая аудитория. Не, мне просто интересно, у меня было интересно ваше мнение, почему это получилось. Это хороший вопрос. Это, мне кажется, вопрос, нужно ли быть модным, чтобы побеждать? Ну, например, да. Например, такой вопрос. Я не говорю, что это мода хорошо или это мода плохо. Это мода, как бы она работает, ну, люди продают это, но мне интересно, почему ни один представитель этого направления не попал в финал, например, да. И я, видимо, умозаключение такое, что не обязательно. Да, я вообще хотел бы поддержать твою мысль. Хорошо, если ты имеешь свой какой-то стержень, который ты продвигаешь, я не знаю, пытаешься развивать, доносить, а не просто следовать моде. Классно, когда ты взял какие-то вещи, какие-то инструменты ты используешь, но делай это по-своему, и тогда больше шансов, что ты останешься каким-то уникальным, наверное, будешь замеченным. У тебя классная, кстати, тема была по поводу поиска своего стиля, эстетики и так далее, потому что я прекрасно помню, что ты снимал раньше, потом помню прекрасно твой переходный такой возраст фотографический и к чему ты сейчас привел. Вот, поэтому вопрос... Это плавная трансформация, да? Да, но при этом я, в принципе, остался в рамках того, с чего начинал. И при этом ты с чего начинал, да. То есть это были такие шатания, которые пришли, в конечном итоге я попробовал много разного всего и вернулся к истокам. Ну, то есть это вот была, видимо, та фишка, которая моя и которую нужно понимать. Ну, короче, умение подстраиваться, оно важно, но надо подстроиться так, чтобы не потерять свое лицо, да. Именно, да. При этом тут еще тонкий момент, что в первую очередь мы все-таки коммерческие фотографы, и нам за нашу работу платят деньги. И тут, возможно, ты готов... Да, готов ты поэкспериментировать, возможно, но нужно ли это твоим клиентам? Кстати, это очень тонкий момент, особенно в топовом сегменте есть свои тонкости, скажем, связанные с публикацией. Агентствам в этом плане проще, они могут непубликуемую свадьбу подать на какой-то конкурс и быть оцененными. Ты не имеешь это возможности, потому что твой материал публичный. И второй вопрос, насколько ты клиент-ориентирован, и можешь ли ты экспериментировать, или ты остаешься заложником, в том числе, насколько ты можешь меняться и выдать что-то другое, потому что к тебе все-таки приходят люди за тем результатом, который ты транслируешь. Да, Артур, очень интересно, расскажи. Я хочу рассказать вам, что в отличие от вас, мне повезло, что мне не пришлось менять свою фамилию. Вам! Простите. Так, по поводу того, скажи еще раз мысль, у меня была мысль на твою мысль, вот это очень интересно. Про клиент-ориентированность, что к тебе приходят люди, и ты вынужден повторять, может быть, те вещи, которые ты делал до этого. Ну да, конечно, конечно, ну это так и есть, но ты же можешь там процентов 10 выдать. Я честно признаюсь, я работаю по своим неким шаблонам и снимаю там некую часть, обязательно, и после, если у меня остается время, если есть желание там от клиентов, и в том числе и я горю, и понимаю, что можно что-то осуществить. В любом случае, я начну экспериментировать. Это, кстати, к вопросу о том, насколько классно можно делать конкурсные работы, будучи вторым фотографом, безответственно снимая то, что тебе действительно тебе нравится, и насколько на самом деле сложно сделать конкурсную работу, когда ты отвечаешь за результаты и за обязательные моменты. Опять же, есть ребята, которые могут и позволяют себе делать все, что хотят в рамках того, как они себя представляют. Это очень классно, это нужно себя уметь поставить и сказать, ребят, не ждите там от меня. Да, 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 не ждите от меня стандартных вещей, которые, возможно, вам важны, я буду вот тут летать как хочу. Да и по цвету я пока не определился, что там будет. Что-то меняю, у меня сегодня как-то такое немного пленочное настроение, поэтому извините. Так, то есть, Миш, у тебя получается за последние 2-3 года трансформации по изображению минимум, или ты все-таки как-то, что у тебя, ты что-то меняешь в... Я не говорю по-своему... Мне кажется, ты сейчас сгоришь, Артур, просто, сгоришь. Не знаю, не знаю. Нет, я как открыл для себя 85.1.2, диафрагму я не закрываю, я снимаю только на 1.2, соответственно, да. Трансформации нет. Если помнишь, как раз... Открыл для себя по максимуму. Мы с тобой как раз и обсуждали, вот как раз, мне кажется, года 3 назад и было, когда все, новая волна, 1.2, грядет 1.2. Купите 85.1.2 и будете как Мишу снимать. Все правильно? Да, да. Ну, как? Нет, в любом случае трансформация есть, но мне самому... Ну, осознанно. Сейчас я хочу, чтобы было... Сейчас я пойду на свадьбу и попробую, например, вот так. Есть такое у тебя? Или ты вот... Я работаю по шаблонам? Ну, подожди. Подожди. Внутренним своим. При этом я в любом случае к съемке-то готовлюсь. Я какие-то свои идеи вынашиваю, которые я хочу реализовать. Поэтому нет. Шаблон шаблонами, но все-таки я не хочу действительно зажиматься в какие-то рамки. Это к вопросу как раз, как быстро ли тебе тогда надоед быть с Вадимом фотографом, когда ты будешь постоянно снимать одно и то же. Возвращаясь к конкурсной серии, к твоей серии победительницы. Насколько она для тебя вот шаблонная? Насколько она отражает твое видение текущее? Кстати, хороший вопрос. Даже, может быть, я его немножко расширю. Насколько ты по-разному ее мог бы собрать для разных конкурсов? Ну, тоже, мне кажется, очень важный момент. Нет, вот, кстати, я анализировал, да, я анализировал этот момент. И еще момент, как раз на тот момент была подача еще на MyWed. Вот, и я раздумал, может быть, мне действительно как-то пересобрать ее и под MyWed. Но нет, к сожалению, ну, тот результат, который я выдал, он прям был, ну, к счастью, к сожалению, формата вейдинга. Насколько он сильно меня отражает? Ну, вполне. Ну, мне за эту работу в любом случае не стыдно. Вопрос о шаблонности. Вот ты говорил просто о шаблонах. Насколько их там много? Ну, как шаблонов. Я просто в какой-то момент понял, что все-таки на свадьбе важны портреты. И я в этом направлении стал двигаться. И если ты обратил внимание, как раз в этой свадьбе их сполна. В разном исполнении, вот. Ну, пусть будет для меня это шаблон. А я вот со своей стороны хочу сказать. У Миши, видишь, попадание было такое, что и для MyWed и для Вейдинга были примерно похожие серии. Мой опыт показывает, что для разных конкурсов я с одной и той же съемки мог собирать прям совершенно принципиально разные варианты. и понимая, где что больше зайдет, так скажем, и используя просто разную подачу. И я думаю, для очень многих людей это важный момент. Как ты собрал материал, что ты показал. Можно очень по-разному собрать под различные конкурсы. Это да, но, например, с Мишин, пример, мне кажется, на Вейдинге серия намного выгоднее смотрится. У тебя же еще на MyWed есть она. Ну, она немного, да, немного иначе выглядит. Это была такая некая проба как раз перед Вейдингом. А что-то на Вейдинге ты прям так причесал, что она очень гармонично смотрится. Для MyWed она может быть немного там. И, к слову, там, если я не ошибаюсь, сколько там? 45 максимум фотографий. А если я не ошибаюсь, там, по-моему, 38 я в итоге отдал. Это к вопросу о том, чтобы не испортить впечатление там некоторыми фотографиями своей серии. Кстати, по поводу... Ты же судил. О! О! Для меня загадка. Номинация «Лучший свадебный фотограф». Ты как судья. Именно в номинации «Лучший свадебный фотограф». На что ты смотришь? Я не говорю, что ты ему баллов поставил. Ну, просто можем даже не Мишу обсудить, а вот всех номинантов, что главное и в чем отличие от репортажа. И, к слову, я даже поддержу. Я помню, у нас была с тобой дискуссия по этому поводу, может ли репортажный фотограф стать лучшим свадебным фотографом. То есть выложить репортажную серию и взять... Ну, основную номинацию и выиграть. У тебя плюс-минус, по-моему, в прошлом году была репортажная большая серия. Да, я где-то, наверное, на стыке был, и это как раз показывает то, что, наверное, не так важно отделять репортаж. И мне кажется, сейчас они, видите, все рамки стерлись, перетекли друг к другу. А я говорил, нужно убирать номинацию про репортаж. Все. Ну, репортаж, да, может быть, уберут. Я про Мишу могу сказать абсолютно честно. Его результат выделялся на фоне других. В этом есть и его большая заслуга. В этом есть заслуга проекта. Он просто безумно красивый сам по себе. Цен, цен, цен. Да, это имеет значение, если говорить по-честному. Слушай, я помню, как форсировался как раз ЮАР Булгака. То есть, по-моему, он года два-три из всех вообще вот челей лез. Сначала Игорь победил, потом, если не ошибаюсь, Саша Белов победил с этим проектом, потом еще Шелл победил. Да, ну это какая-то уникальная вещь. Нет, проект в любом случае влияет на твой результат. Для меня важно, я опять же очень много раз пересматривал все работы, оценил их с разных сторон. Для меня, конечно, важна целостность. То есть, насколько этот результат отражает какое-то авторское там видение, авторский взгляд. Плюс, я всегда в голове держал формат журнала. То есть, ну, грубо говоря, насколько эта работа может быть опубликована в этом журнале. Ну, то есть, это все-таки премия, как и индустрии, свадебной индустрии. То есть, тут, может быть, не так важны именно фотографические какие-то изиски. А вам говорили, вы, когда судите, учитываете наш формат? Или это твое внутреннее решение? Это мое внутреннее решение. Тогда странно было бы звать человека, если бы ему указывать рамки. Ну, просто сказать там... Подожди, на какой ты еще раз критерий обращал внимания? Целостность. А я, в первую очередь, когда лично я судил, я как раз на художественную ценность. Для меня это безусловно. Объясните, пожалуйста, ради. Я не скажу, что это на первом месте целостность. Это просто одно из очень важных для меня составляющих. То есть, когда ты... Ну, в принципе, художественная ценность, наверное, близкий показатель. Когда-то, да, даже в каких-то конкурсах есть отдельные категории, по которым ты ставишь баллы. То есть, там, целостность на серии, художественная ценность, технический уровень. Это все, конечно, очень условно, но, в принципе, помогает... Немножко ориентироваться. Немножко ориентироваться, как-то собирать комплексную эту оценку. Художественная ценность для меня, скажем, это насколько вот эти фотографии могут быть размещены где-то, ну, не в галерее, но... У кого-то на сенте напечатаны, да. Если ты не имеешь никакого отношения к этому проекту. Насколько тебе интересно будет... Со стороны вообще, абсолютно, да. То есть, это, наверное, какой-то художественный аспект, который, несомненно, важен. Технический уровень. Но, если говорить о вэдинге, конечно, там все уже достаточно на высоком уровне. И тут прям, может быть, десятые какие-то доли. Эстетика. Это тоже важный момент. Насколько мне близка эта эстетика. То есть, я могу понимать и другие варианты, но... Вкусы у всех могут быть разные. Твоя эстетика может... Мне кажется, не может быть абсолютно. И когда, опять же, обращаясь к ребятам, кто думает участвовать в конкурсах, надо всегда понимать, кто эти конкурсы судит, что ему близко. Подстраиваться, наверное, конечно, не надо. Это выглядит абсурдно. Но, тем не менее, это важный момент. Потому что человек судит, исходя из своих представлений о прекрасном, и их не поменять. Хотя можно его чем-то удивить, возможно. Что выйдет за рамки его представления. Это будет очень круто. Вопрос. Важно ли для тебя наличие портрета невесты и жениха отдельного томного для того, чтобы эта серия стала... Что значит томного? Нет, я сейчас не про твой. Что значит томного? Короче, вот есть мнение. Вот если ты делаешь репортажную серию, можно без портретов. Если ты делаешь в основную номинацию, сделай, пожалуйста, там 4-5 классных портретов. Это важно, потому что это будет оценивать. Это мне сказал Игорь Булгага. Иди сними портрет, тогда будем с тобой разговаривать. То есть твое мнение, как судьи. И твое тоже как будущее. Я думаю, будущее вы судьи, потому что это важно. Я думаю, в этом есть определенный смысл, потому что репортажный фотограф подразумевает определенное невмешательство. Ну, если вот говорить о документалистике и откуда эти корни идут. То есть это человек, который подглядел, можно сказать, рассказал историю о происходящем. А фотограф свадебный, он, наверное... Настоящий свадебный. Настоящий свадебный фотограф. Я думаю, вот у меня было большое репортажное прошлое. Ну, и оно, по сути, до сих пор меня преследует. Не ставь крест. Нет, я не ставлю крест. Но он уже на вертикалках. Но, тем не менее, клиенту и мне самому хотелось бы себя увидеть не только в истории этого дня, но и иметь какие-то образы себя. Может быть, спокойный. Может, отображающий мой характер. Они не обязательно должны быть там томными или какими-то. Но портретная часть съемки — это важная часть. Если ты умеешь ее делать, это, конечно, большой плюс. То есть ты можешь, в принципе, выиграть, наверное, лучшего свадебного фотографа без портретов. Если ты выдал какой-то классный результат, который всем понравился. Но это твой важный скилл. То есть если ты свадебный фотограф, ты должен это уметь. То есть иногда это понятно, даже если ты не снимаешь портреты. Понятно, что ты умеешь красиво показать человека. Наверное, это важная история. Да нет, это нет. В любом случае только идет в плюс. Мне кажется, будучи свадебным фотографом, круто снимать макро, уметь это делать. Круто, наверное, снимать архитектуру, вот тот же декор и так далее, чтобы ты тратил на этот момент не час, а буквально забежал там на пять минут, и все, и продолжаешь снимать. Потому что лично для меня это не бывает иногда прям суперстресс. Я понимаю, что я пропускаю в том важнейшую часть мероприятия, снимая салфетки. То есть, зачем ты это делаешь? Снимай декор. Цель такая, что... А я все думаю, что я делаю нету. То есть, помимо того, что целостность, художественность и так далее, ты должен в этой серии показать все свои прям максимально. Я могу это, могу так, могу салфетку снять, могу снять портретку. Чтобы это при этом, чтобы это было, выглядело гармонично и, как вообще я говорил, целостность серии была соблюдена. Да, тут у свадьбы у фотографа должна быть определенная универсальность. Хотя вопрос в целом спорный, потому что, как недавно такой разговор у нас был, если ты узкий специалист, почему нет? Ты умеешь красиво, например, снимать атмосфер, салфетки. И на тебя обязательно найдется салфеточный клиент, которому будет неважно, снимешь им портрет или не снимешь. Может быть, главное, если ты честен в этом перед собой и перед другими, если ты показываешь этот результат, и на тебя есть клиент, это какая-то своя эстетика, которую ты продвигаешь, супер. Но... Может и не прогореть. Да. То есть, это может быть не конкурсной историей. То есть, тут тонкий момент. Так что, Артур, подумай. Да я, у меня есть портреты два-три. Да все нормально. Свои? Мне интересно. Не-не-не-не, не бери в голову. Да. То есть, Миш, ты все-таки и Федя, вы считаете себя вот этими ребятами, которые разносторонние. Ты можешь покрыть все? Приходится, да. Не приходится прямо вот я сейчас могу прийти, и вот это, 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 это все будет, ну, как бы... Я вот не знаю, к сожалению или к счастью, но вообще да. Хотя я стараюсь максимально ограничивать свои рамки, все-таки транслировать вот то, что мне близко. Но зачастую здесь, знаешь, перетаскивание одеяла, когда, скажем, агентству нужен какой-то один немножко материал, ребятам нужен другой материал, своя творческая составляющая требует третьего. И вот это надо уметь сдержать. И это к вопросу, наверное, не о художественности даже, а о профессионализме. То есть, это показатель профессионализма. Ну, а ты проседаешь где-то? Ну, если вот прям представить... Я в салфе проседаю прямо сто процентов. Прямо, если представить идеальный вариант, мне минимум контакта вообще с людьми, общения, при этом будучи основным фотографом. Вот так вот. Идеальный расклад. Да. Ну, супер. Так, ну, я думаю, что... Спирический Миша в вакууме. Не, ну, не, по факту большинство у меня съемок так и проходит. То есть, я, ну, какой-то задаю тон съемки, вот, а дальше просто, будучи профессионалом своего дела... Большой буквой. Да. Иду снимать салфетки. Многозначительно с брошью. Реброшь уже не в моде. Брошь в моде. Надо брать? Надо брать. Так, ну что, господа, я думаю, что мы все обсудили. Остались плюсы, но плюсы и так все понятны. Да, я думаю, мы их обговорили уже. Ладно, пойду снимать дальше. Все. Это только вопросы про плюсы. Вопросы. Ты что-нибудь снимаешь? Нет, нет, плюсы-то нет. Конечно, плюсы есть. На следующий день я не то, чтобы был крайне удивлен, но я ожидал некого такого всплеска интереса к моей персоне. Вот. И интересные предложения посыпались на следующий день как раз после премии. Мы говорим про плюсы после того, как что-то взял или не взял. С своей стороны скажу, я ничего не взял, но мне тоже там, ну, немного, но на следующий день там у меня было, ну, много, ладно. Много звонков. Один-два дня, потом все утихло, но сам факт, что люди увидели. Это те, кто тебе предлагали деньги, да? Да, те, которые мне предлагали деньги. Сочувствовали тебе. Надо успокоить, что я всего лишь второй. Я вообще вечно второй в этом году, да? Как Rolling Stones. Ты Битлз, я Rolling Stones. Ты тоже Битлз. Короче, плюсы есть. Мы про них уже миллион раз говорили, поэтому участвуйте в премиях, выигрывайте или не выигрывайте, и все будет хорошо. Ну, участвуйте. Все, спасибо. Классно. Да, супер, спасибо. Спасибо. Сейчас надо красиво уйти. А где все эти?